Сегодня вас ждет ураган модных советов. Ку-ку. Ку-ку. Так, интересненько здесь. Я не против лифчиков. И как бы грудь нам улыбается и левый, и правый. Но что-то не то. Бывают сложные вещи, в которых сложно сидеть. У вас там просто заживалось, смялось. Бывают сложные вещи, в которых сложно стоять. 12 тысяч рублей. 45 тысяч 700 рублей. Да ладно? Да. Бывают сложные вещи, в которых сложно жить. Устал антирекламой свой костюм. За 6 тысяч рублей купить себе суперкрутой лук. И все это про этот пиджак. Гениально, я гений. На самом деле оставил носочки. И все. Мне кто-нибудь поаплодирует. Меркрутой. У-у-у-у. Сейчас и усядусь. На самом деле, бывают сложные вещи, в которых сложно сидеть. Бывают сложные вещи, в которых сложно стоять. Бывают сложные вещи, в которых сложно жить. И все это про этот пиджак. Ой. Ну, всем привет. Меня зовут Александр Рогов. Вы на Рогов Лайф. Это обсуждение луков подписчиков. Сегодня вас ждет ураган модных советов. Ну, а прямо сейчас будет минутка молчания для того, чтобы вы могли подписаться, поставить лайк под этим видео. К тому же, если видео вдруг вам не понравится, лайк сможете отжать. Ну, и пока вы подписываетесь, возможно, уже даже начинаете комментировать. Расскажу вам, во что я одет. На мне очень классный пиджак из плотного денима. Объемный, я бы даже сказал, гигантский от бренда Раф Симмонс. На мне белая футболка от бренда Рогов. На мне черные шорты, любимые, как это ни странно, от бренда ОАМС. На мне черные ботинки Баленсиага и белые носки Юникло. И у вас есть шансы отгадать, сколько этот лук стоил. Прямо сейчас в комментариях пишите свои предположения. Что вас сегодня ждет? Естественно, мы будем обсуждать ваши луки. Напомню, что под обсуждение попадают только те, кто сам этого захотел. Как это сделать? Нужно в своем инстаграм разместить образ. Под образом поставить хэштег «Рогов, обсуди меня». И каждый раз циферка меняется. «Рогов, обсуди меня» — два. «Рогов, обсуди меня» — три. «Рогов, обсуди меня» — четыре. Пять, шесть, семь или восемь. Уж не знаю, сколько цифр будет в будущем. Какую-то минорную волну я словил. Предлагаю начать обсуждение. Хватаю в руки телефон и напоминаю, что я не просто ваши луки обсуждаю, не просто даю вам советы, кстати, бесплатные и прошенные при этом. Это важно, что советов попросили. И также я буду пытаться отгадать, сколько же ваши луки стоили. А помогать мне в этом будет мадемуазель Шу, которая уже в студии. Мадемуазель Шу, ты здесь? Я здесь. Приветики. Приветики. Давайте я вам расскажу, как мы узнаем цены. Сначала мы выбираем тех, кого будем обсуждать. Потом мадемуазель Шу в личку пишет «Хай-хай-хэллоу, я Шу. Сколько стоил ваш лук?» Получаем ответ. Ответ получает Шу в свой собственный директ. Я ответов не знаю, поэтому сегодня посмотрим, получится ли у меня угадать, сколько луки стоили. Итак, приступаем. И начнем мы с настоящей бьюти, фэшн-бомбой. У этой фэшн-бомбы сексуальной и неотразимой есть имя. Лэйди, нижнее подчеркивание, Ди Каримова. Я предлагаю вас называть Лэйди Ди. Ох. Вот я ругать вас не буду. Знаете почему? Потому что мне нравится, что вы оторва. Вот я прям уверен, что Лэйди Ди Каримова просто супер оторва. У нее даже здесь в комментарии написано, что она Барби. Ей вообще все это безумно нравится. И она вообще в полном кайфе от себя. И я даже не собираюсь это разрушать. Любите себя. Обожайте себя. Называйте себя Барби, если хотите. Носите то, что вам нравится. Чувствуйте себя в этом органично. Но давайте все-таки учтем несколько важных нюансов, о которых нужно помнить. Во-первых, это, конечно же, посадка вещей. И сейчас целых две вещи на вас, вот на снимке в полный рост, которые я рассматриваю, просто сидят максимально некорректно. На вас брюки с высокой посадкой, с защипами. И вот в зоне паха у вас там просто заживалось, смялось, скрутилось и растянулось одновременно. Это плохо. Брюки с защипами, запомните, они должны быть вам как раз не по талии, а по бедрам. Потому что вот в этом случае брюки были как раз при покупке именно по талии. Потому что вы их натянули, застегнули. На бедрах все это натянулось, потому что это брюки с защипами. И был объем, который растянулся и позволил бедрам вместиться. И вот эти защипы теперь выглядят некорректно. И в зоне паха все из-за этого заживалось. И это нехорошо. И второй нюанс — это плохо и некорректно сидящий топ. Но вы же понимаете, что это кроп-топ розового цвета. Здесь нашиты косточки, понимаете, которые должны быть под грудью. То есть это косточки, которые должны как будто бы держать грудь. И я бы сказал, что это топ для девушек с маленькой грудью. Но когда грудь маленькая, это просто идет имитация поддержки груди. У вас грудь пышная, красивая. Видно, что вы ей гордитесь. Вы хотите ее показывать. И вот эти косточки, которые должны быть под грудью, сейчас у вас находятся просто посередине. Камон, зачем? Но вы же видели себя в зеркале. Но вы же понимаете, что это вообще не там. Или вы думали, что это две улыбочки? И как бы грудь нам улыбается и левая, и правая. Но это неправда. То есть это просто две плохо сидящие вещи. И заметьте, я вас сейчас не ругаю за выбор цвета. Я вас не ругаю за стайлинг. У вас тут и очки в контрастной оправе, и розовые заколки смешные. И костюм розовый, топ розовый. Это классно. Мне это нравится, я не против стайлинга в стиле Барби. Но вещи должны, правда, хорошо сидеть. И только в этом случае они будут выглядеть дорого. А если на вас даже дорогие вещи сидят некорректно, то и выглядят они как грошовые. Это плохо. Ну, а дальше, конечно, пойдем по нюансам. Мне не очень нравится сумка такого молочного, какого-то бежевого оттенка. Потому что образ такой кричащий, из столько открытых, ярких цветов. А сумка очень сдержанная. Лучше пусть она была бы белой тогда под оправу ваших очков. И вот эти туфли... Я не знаю, это туфли ботега венита, или они делают вид, что это ботега венита. Ну, тоже, мне кажется, не совсем сюда. Я бы вообще кеды добавил, как ни странно. Итак, цена образа. У меня вопрос. Это настоящие ботега на ногах или нет? У тебя есть цена на обувь? Угу. Она настоящая? Угу. Это туфли, делающие вид, что они ботега, да? Окей, если мы знаем, что туфли делают вид, что они ботега венита, никого вообще не обвиняю, ради бога, это ваш выбор, то образ стоил... Мне кажется, такой пиджак у русских дизайнеров и брюки стоил либо... Тысяч... Четырнадцать... Топ тысячи две... Ну, тридцать тысяч. А лук стоит 11 тысяч четыреста рублей. И она написала, что эти вещи из моего магазина. Это корейские дизайнеры. А-а-а. Леди Дикаримова стала антирекламой своего костюма. А сейчас давайте ненадолго прервемся на нашей невероятной розовой ноте. Я кое-что придумал. Я заказал онлайн мужские и женские вещи. Хочу вам сегодня их показать. И раз уж мы розовый лук сейчас с вами обсуждали, с розового лука и начнем смотреть, что у меня есть. Я свою вам розовую альтернативу просто продемонстрирую. У меня есть невероятный розовый жакет с эффектом и с элементами деконструкции. Это вторая линейка бренда Maison Margiela MM6. К этому жакету я онлайн нашел еще и потрясающие брюки, тоже с необработанными краями. У меня есть интересная розовая футболка. В общем, я прям такую розовую-розовую-розовую-розовую-розовую-розовую-розовую историю планирую сейчас поиграть. Будут черные очки. Еще предлагаю добавить розовую сумочку. И вот такие розовые шлепки. И лук вам продемонстрирует нашу модель. И по традиции нашу модель зовут Алина. Скажем так, Алина номер два. Сейчас Алина переоденется, и мы сюда вернемся. Знакомьтесь, это Алина номер два. Алин, привет. Привет. Так, во-первых, это большой приветик леди Ди Каримовой. Дорогая леди Ди Каримова, простите за критику, но мне кажется, она была конструктивная. Вот мой вариант розового лука. Я нашел потрясающий розовый жакет от ММ6, как я уже сказал, с элементами деконструкции. Здесь как будто бы лацканы, просто ножницами отрезаны. Также я нашел брюки с высокой посадкой и с защипами. Это очень важно. И брюки чуть-чуть укорочены книзу. И вот этот элемент деконструкции меня просто безумно вдохновляет. Это выглядит легко, очень небрежно. Ну и уж простите меня, пожалуйста, я розовый обожаю. Поэтому здесь и розовый лонгслив, здесь и розовые брюки, и розовая сумочка, кстати, от бренда Kate Spade. Я вам эту розовую сумочку уже показывал. Но уж очень сильно эта сумочка мне полюбилась. И для того, чтобы подчеркнуть черный подклад, Алин, давай покажем его на Алине. Черные очки от бренда Miu Miu. Давай я их сниму. А ты, Алина, покружись для нас. Красота невероятная. Аплодисментов просто требует. Но если вы не такие смелые, как я, например, если вы не такие смелые, как леди Дикаримова, или не такие смелые, как Алина, которая рискнула и примерила розовый образ, вы можете, например, найти такой же костюм в черном цвете. Смотрите, что я обнаружил. Ровно такой же жакет с такими же элементами деконструкции. К этому жакету есть еще и брюки идентичные. И у вас будет в какой-то степени классический костюм, но с необычными элементами. Это всегда выглядит очень-очень стильно. Внутри может быть и простая белая футболка, брюки можно заменить на джинсы. Джинсы можно надеть, кстати, и с этим розовым жакетом. В общем, это не просто деконструированные странные дизайнерские вещи. Это настоящие крутые модные инвестиции. Мне, например, очень нравятся. Во-первых, Алина у нас рыженькая. Смотрите, как рыжий цвет волос с розовым круто смотрится. Я хочу предложить тебе надеть вот это платье в таком парижском стиле. Платье в мелкий цветочек. Еще одни очки. Поверх этого платья я хочу, чтобы ты надела вот этот жакет. Жакет похож на мужской пиджак. И вместе на контрасте это будет смотреться очень круто. И обуешь ты, Алина. Внимание! Вот что. Алина, держи. Проходи за нашу невероятную ширму. Переодевайся, я жду тебя здесь. Хорошо. Под аплодисменты, конечно же. Ну и пока Алина переодевается, я вам покажу несколько мужских вещей, которые я тоже приобрел онлайн. И, кстати, на мне потрясающий лонгслив поло от поло Ральф Лорен. Круто смотрится с черными шортами и белыми грубыми ботинками. Кстати, вместо грубых ботинок на мне могли бы быть еще вот такие массивные белые кеды. Это кеды от бренда Michael Kors. Смотрите, грубые ботинки меняем на кеды. И ни у кого вопросов не будет, почему я летом в ботинках по городу расхаживаю. Покажу вам еще кое-что из мужских находок. Так, я нашел вот такие классные городские трикотажные шорты с эффектом тай-дай. Тай-дай до сих пор актуален, поэтому можете взять такие шорты. А будут, например, шлепки городские или белые кеды, какую-то простую базовую белую футболку или лонгслив. Эти шорты наверняка впишутся в ваш модный базовый мужской гардероб. Кстати, девочкам такие шорты тоже можно было бы приобрести. Алина, ты переоделась уже? Нет. Еще нет? Тогда покажу вам еще пару мужских вещей. Это просто бомба. Это куртка от бренда Neil Barrett. Кстати, Neil Barrett, приветики тебе от меня. На самом деле это монохромный колор-блок, белая и черная. Такая куртка точно украсит самый скучный, самый пресный мужской гардероб. Представляете, эту куртку с той же самой, простите, белой базовой футболкой и классическими черными брюками. Или с голубыми джинсами эта куртка будет смотреться чуть более расслабленно. То есть вы видите, да, что сложную вещь всегда можно по-разному обыграть. И еще вам кое-что покажу. У меня здесь есть, естественно, куртка-косуха. Если у вас нет куртки-косухи черного цвета, срочно приобрести эта куртка от бренда All Saints из натуральной кожи. Инвестиция на все времена. Поверьте мне, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Мне кажется, Алина переоделась. Переоделась? Алина, это просто вау! Настоящий, мой самый любимый парижский шик. Итак, тебе это все идет? Спасибо. Ну, я чувствую, что тебе нравится на самом деле. Давайте вам все по порядку объясню. Мы берем воздушное, легкое, забавное девичье платье в цветочек. Плюс, на самом деле, здесь еще есть очень красивое украшение по горлу. Такие блестящие камушки. Ну и, конечно, первая ассоциация многих девочек. Я взяла платье в цветочек, я надену еще какие-то миленькие туфельки и возьму в руки миленькую сумочку. А я хочу, чтобы вы думали наоборот. Мы берем платье в цветочек и добавляем к этому платью что-то брутальное, может быть, громоздкое, что-то объемное. Поэтому я выбрал этот жакет. Кстати, можно, Алина, я посмотрю, что это за бренд? Жакет от бренда Sandro французского. А платье, прости, я немножко тебя раздену, тоже от Sandro. Ах, ты посмотрела на бренды, пока переодевалась. Молодец, настоящая модница. Итак, это платье от французского бренда Sandro. Жакет от этого же бренда. Жакет идет, кстати, вместе с такой интересной брошкой и значком. Но я решил значок убрать, потому что он немножко спорил со всеми остальными аксессуарами. И вот этот значок можете вернуть обратно на лацкану жакета и с удовольствием, с радостью носить. Так вот, мы взяли женственное, воздушное, легкое и романтичное и сочетаем это с чем-то брутальным и мускулинным. Я в восторге в полном от этих босоножек Роша. Они классные, стилеобразующие. Именно сюда просилась какая-то громоздкая черная обувь. Если такие босоножки немножко не в вашем вкусе, можете выбрать, например, казаки или грубые ботинки на шнурках. И в руках у Алины сумочка. Смотрите, какая красивая. Я очень люблю небольшие сумки. У вас в нее поместятся телефоны, какие-то необходимые мелочи. Это сумочка от американского бренда Коуч. Держи, Алин. И обратите внимание, в сумочке есть красный цвет, которого здесь нет, потому что нам было необходимо контрастное цветовое пятно. А вот боковина сумочки по цвету пересекается и с платьем, и с жакетом. Поэтому образ не разваливается, все выглядит максимально органично. Ну давай про очки тоже скажу, что мы тебя зря красили. Давай вот его макияж всем покажем, а я про очки расскажу. Это очки от великолепного бренда Валентино. Давайте все вместе скажем Валентино. Давайте еще раз. Валентино. Очень красивые очки. Они тоже стилеобразующие. И вот здесь они выполняют, казалось бы, немножко незаметную роль, потому что они по узору пересекаются с платьем. А вы можете эти очки сделать главным акцентом в образе, сочетая их с чем-то максимально простым. Например, без узора, без какого-то декора и так далее. Алина, держи их в руке. Ну что, Алин, мне кажется, прикольные руки получились. Очень понравилось. Ну, я вижу. Я вижу, глазки загорелись. Беру все. На самом деле, на сегодня все. Да я тебя обниму. Была рада увидеться. Это была Алина. Это Rogue of Life. Это обсуждение луков подписчиков и луков Алины. Алина, пока. Пока. Чао. Кстати, все эти вещи вы уже можете заказать на Ламода. Ведь это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа со всевозможными брендами. Тут и масс-маркет, и раздел премиум. Если успеете заказать сегодня, то уже завтра вам все привезут, дадут примерить. И уже после того, как вещь вам подойдет, вы ее оплатите. А по промо-коду ROGов латинскими буквами вы получаете скидку 15% на все товары от Ламода. Желаю вам отличного шопинга. Ну, а мы продолжаем обсуждать ваши лучки. Нади Коржевина. На Нади черные шортики-бермуды, черный, сейчас приближу, жакет, белая рубашка, белые милые, сейчас проверю, чистенькие носочки, туфельки-лодочки и какая-то забавная сумка с пряжками, да плюс еще и необычные очки. Но в целом мне нравятся носочки. Мне нравится, что здесь есть носочки, это мило. И мне кажется, что Нади Коржевина на самом деле могла бы этот образ сделать еще более сложно. Прям вдохновиться Гуччи. Вот когда всего много-много аксессуаров, много деталей. А сейчас получается, что здесь детализированная только сумка и достаточно сложные очки. Все остальное простое и, как мне кажется, слишком силуэтное. Это слишком зауженный жакет. И он даже коротковат. Что бы я сделал? Но я на самом деле ушел бы от такого буквального стайлинга под школьную форму. То есть, ну явно, что Нади Коржевина уже давно не школьница. И даже давно не студентка. Но я бы на самом деле оставил носочки. И все. В общем, мне нравится прикол с носками. Это реально выглядит иронично. Но все остальное как-то слишком уж чопорно. И как-то слишком уж все из разных опер. И в очередной раз скажу это слово, здесь нет логики. Здесь есть очевидная логика, черная и белая. Но здесь же логика может быть в другом. Логика может быть в форме. Или логика может быть в сочетании несочетаемого. А здесь все как будто бы слишком сочетается. Черные шорты, черный жакет. Белая рубашка, белые носочки. Черные туфельки. И зачем-то, ну, правда, сложноватая сумка. Пытаюсь отгадать, сколько же стоил лук на Ди Коржевиной. Но вот я пытаюсь предположить, что, возможно, очки, например, Гуччи. У них есть похожие, с такими прозрачными желтоватыми стеклами. И, допустим, очки дорогие. И сумка тоже тянет на какую-то дорогую. Но устаревшую немножко. Давайте так. Образ на Ди Коржевиной обошелся ей в 42 тысячи рублей. Ку-ку. Ку-ку. Итак, образ стоил 21 тысяча 500 рублей. Ну, как будто бы это 42, но со скидкой 50%. И что почем? Так, Бермуда Зара 500 рублей. Жакет Чаруэль 12 тысяч рублей. Туфли Сэм Эдлман. Знаешь такой бренд? Это вообще один из моих любимых брендов. Сэм Эдлман. Всем срочно в магазин обуви Сэма Эдлмана. Вы можете купить там черные лодки. Вот, 90 долларов. Рубашка, сумка, секонд-хенд общей стоимостью 1000 рублей. И очки Asos 1500 рублей. Прикольно. Ну, на самом деле, мне нравится, что Надика Жевина охотница. И она реально за этими вещами поохотилась. Вот шорты вырубила за небольшую стоимость. Сумку винтажную себе купила. Но мне хотелось бы, чтобы Надика Жевина прям отрывалась. Вот здесь видно, что оторваться хочет, но пока не может. А я хотел бы, чтобы и хотела, и могла. Двигаемся дальше. Так, интересненькая здесь. Во-первых, девушку зовут Слепесток. Что это значит? Одному богу известно. Итак, Слепесток. 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 Попыталась обыграть тренд, я бы даже уже сказал, уходящего весенне-летнего сезона. Это тренд на сети. И вы видите на Слепестке топ-сеть. И выглядит он даже так, как будто бы Слепесток сплела его сама. И я даже готов этот топ похвалить. Единственное, что я сделал бы подлиннее его, чтобы сеть опускалась до линии срастания ног, скажем так. И даже рукавчик, чтобы был подлиннее. Вот так кисть закрывал бы. Тогда эта сеть смотрелась бы интереснее. Мне даже в целом, я бы сказал, нравится, что я здесь вижу обувь необычную с таким узором под рептилию. И мне даже, возможно, нравятся здесь черные брюки клешоные. Но мне не нравится, что под этим топом просто черный лифчик. То есть это не бра, это не специальный топ, это черный лифчик. Я не против лифчиков, но здесь должен быть не черный лифчик, а он должен быть либо хотя бы спортивным, просто таким супер мягким, без вот этой полукруглой детали здесь в районе груди, такой треугольный. Либо здесь мог бы быть, например, топ, такой бандаж, просто полоска, или микромайка с достаточно широкими бретельками, заканчивающиеся чуть выше пупка. В общем, мне не нравится, что здесь просто черный лифчик. Плюс я не понимаю, что там на одном плече. Это какой-то укороченный жакетик или... Да, это какой-то укороченный жакетик с разрезами на рукавах. В общем, я поменял бы топ внутренний на простую полоску. Смотрите, какая классная графика получилась бы. У нас графика полоска, у нас просто черные брюки, и окей, этот укороченный тренчик, наброшенный на плечи. И при этом у нас есть витиеватости. Это плетеный топ и необычная обувь. Тогда да. И мне даже тогда понравились бы эти просто растрепанные, вообще не уложенные волосы. В общем, лифчик нет, все остальное могло бы быть. Да. И мне нравится, что топ-сеть надет с классическими брюками, что это не льняное платье внутри. То есть с лепесток не в кочевника модного нарядилось, а все-таки обыграла необычную вещь, такой плетеный топ-сеть, классическими какими-то элементами гардероба. Вот за это я поставил бы пять. Но заменить внутренний топ однозначно. Пытаемся отгадать, сколько лук стоил. Я думаю, что из-за обуви он стоил 12 тысяч рублей. Цена лука 29400. Так, туфли из манго 4900. О, я думаю, это какие-то ботильоны дорогие. Смотрите, прикольно, что туфли при помощи длинных брюк вы можете сделать ботильонами. Окей, туфли манго. Костюм — это какой-то бренд Fire and Air. Fire and Air? Да. Огонь и воздух. Воздух разжигает огонь, огонь становится ярче. Ой, я прямо уже даже представляю, как дизайнеры сидели, придумывали название для бренда. Вот, а по поводу лифчика, ты сказала, девушка написала, что это купальник. Это Зеннис. Использовала как бюст. Ага. А что за топ вот этот сеть? Там нет ответа? Это, видимо, этот же бренд, потому что стоимость жакета она указала, стоимость брюк и стоимость вот этого топ-сетки. Это вот этот Fire and Air. Ага, это Fire and Air. Fire and Air. Ну, что, норм. Но вот видите, у слепестка немножко не срослось с бюстгальтером. Да. А слепестку будем аплодировать? Да. Ну, давайте слепестку поаплодируем. Все вместе. Даже я присоединюсь. И давайте продолжим. Так. Так, мужские лучки пошли. Давайте-ка с вами вместе обсудим Джимми Новака. Прям как имя какого-то актера. Ну, здесь же все очевидно. Но вы же прекрасно понимаете, что я сейчас буду хвалить. При этом хвалить я буду все. Есть небольшой нюанс, который я изменил бы. Это цвет носков. Я бы поменял черные носки на белые. Вот здесь хочется какого-то легкого такого элемента внизу, потому что есть классная ироничная зеленая кепка. Прикольная сумка, мне кажется, из женского отдела. И ручка такая с узлами. По цвету с кепкой она пересекается. Мне очень нравятся нейтральные брюки здесь. Мне нравится объемный пиджак и мне нравятся грубые ботинки. Вот я добавил бы вот легкости вот в нижнюю часть образа и предложил бы надеть вот как ни странно, не зеленые, это логично слишком было бы, а белые носки. Вот белые носки образ сделали бы легче. А так суперкруто. Конечно, у Джимми Новак под рукой какой-то классный фотограф, потому что мне очень нравится этот кадр, мне нравится заваленный горизонт, мне нравится, как ветер играет с этими ограничительными лентами, мне нравится движение. То есть это реальные кадры, которые я чувствую. Движение, легкость, небрежность. И, кстати, я посмотрел инстаграм Джимми Новак, там много интересных решений, поэтому обязательно давайте сейчас устроим флешмоб, все вместе перейдем к Джимми Новаку, на него подпишемся и под этим снимком поставим много-много-много лайков. Но Джимми Новак количество лайков скрыл, поэтому мы с вами не сможем узнать, кто из вас к моему флешмобу присоединился. Джимми Новак супер, и я сейчас попытаюсь предположить, во сколько этот образ Джимми Новаку обошелся. Ну, опять, по вещам достаточно сложно определить, что за кепка конкретно я не знаю, и что за сумка конкретно я не знаю. Этот лук может быть и дорогим, и дешевым. Я предположу, что здесь что-то между, потому что мне кажется, что сумка могла бы стоить дорого. И этот образ Джимми Новаку обошелся в... Ну, шо, подскажи губами. 22? 35? Нет. 12 тысяч рублей. Этот образ стоит 6 тысяч 76 рублей. Да ладно? Вау. Джимми Новак за 6 тысяч рублей купить себе суперкрутой лук. И я видел, что эту сумку Джимми обыгрывал и с другими своими вещами. Это классно. Вот это прям мастерство. Классная кепка, классные элементы. Вот правда, белые носки и претензий не было бы вообще. Но если белый цвет смущает, можно было бы купить носки такого какого-то пыльного оттенка, может быть, пыльно-серого. Нет, белые. Я за белые. Вот здесь хочется контраста внизу. Да, белые носки. Джимми Новак супер. Вот пока это лучший образ из тех, которые я увидел сегодня. Двигаемся дальше. И Джимми Новаку я требую аплодисменты. Все. Все. Даже операторы присоединились. Давайте продолжим. А что у нас сегодня? Просто череда мужских луков. И вот здесь есть что обсудить. Итак, это Будаев Андрей. Андрей. Ну, что-то не то. Во-первых, я не против бандан, и банданы я тоже ношу. Но вы сейчас бандан надели не совсем правильно. Ее нужно было бы надеть на лоб и завязать ее на затылке по-другому. У меня, кстати, есть бандана. Шуа, дай мне бандану белую. Я просто покажу, что я имею в виду. Во-вторых, мне кажется, здесь все не совсем верно по пропорциям. Шорты слишком узкие. И я ненавижу, когда шнурками оборачивают щиколотки. Вот смотрите, у меня есть бандана. За три копейки мы ее купили в Метрополисе. Можно сделать вот такую полоску себе. Смотрите. Вот такую. Делается просто. Я думаю, что свернуть полоску вы в состоянии без демонстрации. Берете полоску и надеваете ее на лоб. Я сейчас себя не вижу, конечно, надеюсь, что сделаю это правильно. На лоб. И оставляете ее на лбу. Вот так завязываете. Ну, просто прическа нужна немножко другая. Мне, наверное, сейчас волосы слишком торчком стоят. Вот примерно вот так она должна выглядеть. Нормально? Я не вижу. Да, супер. Говорят, нормально. Либо вы завязываете косынку-бандану. Это то, что, собственно, Андрей пытался сделать, но зачем-то завязал ее, как мне кажется, немножко по-девичьи. Он завязал ее вот тут себе на затылке. Вот так. Ну, как бы... Как-то как доярушка. Ну, вы же понимаете, про что я говорю. А вам нужно было сделать тоже примерно, как я уже показывал. Берете, прикладываете к колбу. Это перебрасываете. Здесь небрежно... Ой, господи, как мне неудобно. Здесь небрежно завязываете. И остается вот эта вот штучка, которую можно просто либо прямо вот сюда в узелок вставить и еще раз затянуть. Вот я себя не вижу, но как-то так. Но так же лучше, чем по-доярски. Да. Ну, в общем, Андрей, я предложил бы вам сделать так. Бандана мне нравится. Даже в бандане специально останусь, пока буду ваш лук песочить. Мне нравится, что у вас отросшие волосы. Их можно было тоже из-под бандана вот так выпустить, но чтобы бандана была на лбу. Не надо ее убирать на затылок. Мне нравится ваша косуха, мне нравится ваша футболка. Там еще, по-моему, принт из сериала «Х-Файлз». Такая дань в 90-м. И цепочка на шее окей. И очки окей. Но зачем здесь эти кроссовки? Я не понял. Либо я сюда добавил бы не такие современные кроссовки, а добавил бы сюда такие парусиновые кеды, прям дебильные, как из секонд-хенда, например, или в Заре на распродаже. Такие можно найти, кстати. Какие именно? Можете посмотреть в одном из влогов с распродаж из Зары. Шорты, по мне, так немножко узковатые. Мне хотелось бы, чтобы они были чуть пошире. И, наверное, парусиновые кеды, или, может быть, даже, да, летом грубые ботинки. Вот. Вот низ у этого образа, как мне кажется, должен был быть вот таким. Грубые ботинки, торчащие носки, белые, например, или какого-то другого цвета, если очень хочется, хоть красного. И тогда все срослось бы. Сейчас обувь не в тему, бандана завязана не совсем корректно, и поза тоже вымученная. Вот смотрите, мы вернемся сейчас к Джимми Новаку, где вот прям легкость в образе. Вот он как будто бы просто прошел мимо, и его просто случайно сфотографировали. Хотя, возможно, Джимми Новаку пришлось десять раз ходить туда-обратно. А здесь света в принципе в кадре нет. Поза слишком надуманная. Вы просто вот так вот стоите, говорите подружке или другу, давай сфоткай, как будто бы я иду. То есть вот от этого снимка у меня ощущение, как будто бы вы идете. Просто походили бы вдоль кадра туда-сюда и поймали бы тот самый идеальный. А сейчас немножко натянуто, надуманно. Вот туда же подпись. I want to believe. I want to believe that you are moving. Понимаете? Но не получилось. Но за старание в принципе отметить могу. Вот собственно в обсуждение луков подписчиков вы, Андрей, и попали. И мне осталось лишь решить, сколько же этот лук стоил. Так, приближу немножко. Но куртка похожа на куртку из кожи. Хотя ее тоже можно было купить в секунде или на распродаже из натуральной кожи. Футболка наверняка не очень дорогая. Банданы стоят 300 рублей или может быть даже 150. Кроссовки тоже не брендовые, скорее всего, какие-то достаточно нейтральные. Я думаю, что этот лук Андрею обошелся в 16 тысяч рублей. Этот лук Андрею обошелся в 45 тысяч 700 рублей. Да ладно? 45 штук? Так, а давай расскажи, а что почем? Так, первое. Бандана там, где покупал Александр в Метрополисе. 399 рублей. Такая дорогая была. Я думал, 150. Андрей, вам наценку сделали. Так, хорошо. Очки Ray-Ban 11. Футболка Resort 1000 рублей. Шорты Zara 1300. Косуха Zara 12. Кроссовки 20 тысяч рублей. А что за кроссовки неизвестно? Бренд Principe de... Не знаю, как это. Principe de Milona. Да, да, да. Principe de Balonia. А, Principe de Balonia. Да, да, да. А, ну, в общем, меня, как обычно, подвела моя невнимательность. Про очки все время забываю, что действительно очки достаточно дорогие обычно. И, кстати, я призываю вас покупать очки не в масс-маркет-сегменте, потому что это все-таки наше с вами зрение, наши с вами глаза. И я рекомендовал бы покупать какие-то универсально-нейтральные оправы с хорошими все-таки стеклами. И вы таким образом уделите внимание своим глазкам, миленьким волшебникам, своему зреницу. Но мне кажется, что лук, конечно, выглядит дешевле, чем Андрей заявил. Но ничего, Андрей, все впереди. Снимаю бандану. Хотя нет, не снимаю. Там снова лук с банданой. Теперь мы обсуждаем Анну Больших. Что мы с вами здесь видим? Мы видим с вами джинсы достаточно современного фасона. Они прямые и широкие. Я предложил бы на размер 2 купить больше. Я понимаю, что девочки не любят покупать вещи больших размеров. Но вот в случае с этими джинсами стоило бы. Они бы сели чуть-чуть ниже. Они бы сильно так не сборились в фаховой зоне. Смотрелись бы расслабленнее. И тогда с этими джинсами рубашка эта объемная выглядела бы более современно. В целом мне нравится здесь бандана с каким-то цветочным узором. Там есть немного зеленого цвета. И, видимо, поэтому здесь появилась эта сумочка, по-моему, из манго. Но меня смущает немножко этот салатовый оттенок. Хотелось бы, чтобы сумка была тогда тоже такого глубокого, насыщенного зеленого цвета, если бы по этому принципу сумку под бандану подбирали. И по мне так вот эти сандали сюда не подходят. Сандали, в принципе, неплохие. И, возможно, их можно было бы здесь оставить, если бы была не такая нарядная сумка. То есть если бы сумка была авоськой или сумкой мешком, может быть, сумкой из ткани или из холщи какой-то, эти сандали смотрелись бы неплохо. То есть в целом мне нравится, Анна, что вы подобрали универсальные достаточно вещи. Эти сандалии неплохие, в принципе, их можно и даже нужно носить дальше. Но в этом образе они немножко меня смущают. Я бы добавил сюда что-то более элегантное, чтобы поддержать элегантно нарядную сумочку. Рубашка классная, как будто бы из гардероба бойфренда. И бандану вы надели неплохо, и локоны эти, выбившиеся из-под нее. Нормально. Ну так, образ на четверочку. Предлагаю отгадать, сколько лук этот стоит. Я думаю, что все из масс-маркета и вполне возможно даже с сейла. Поэтому давай опять рискнем. 12 тысяч рублей. Ты почти угадал. 10 тысяч 557 рублей. Боже, какой я молодец. Ну да, все из масс-маркета, Саша. Сумка из манго? Сумка из шоурума какого-то. Ага. Ну, видите, какой я молодец. Деньги потрачены, деньги освоены. Выглядит все добротно. Это только я знаю, что теоретически все эти вещи Анне обошлись примерно в 12 тысяч рублей. Отличные инвестиции в универсальный гардероб. Рубашка белая актуальна будет всегда, пока воротничок не станет черным. Бандану эту можно будет носить и на голове, и использовать как второй слой. Симпатично. И джинсы эти классные, и сумка, в принципе, неплохая. Аня, ну молодец, мы с тобой вообще на одной волне. Ты в бандане, я в бандане, ты 12 тысяч рублей потратила, я отгадал. В общем, супер. Молодец. Лук, правда, на четверочку. Ничего необычного, ничего фееричного, ничего вау. Но, знаете, мне кажется, уж лучше так пусть все одеваются, чем непонятно во что. Вандану, мне кажется, пришло время снять. Вот так, по-моему, как-то было нормально. У меня прическа ангела сохранилась. Да. Давайте продолжим. У нас здесь Ляночка из города Сочи, Краснодарского края. Ляночке заранее поаплодируем, потому что сейчас Ляночке достанется. Давайте ее порадуем хотя бы аплодисментами. Так, вижу, что здесь есть надпись в винтажной блузе. Блуза винтажная из 80-х. И мне она, кстати, нравится. Мне даже нравится эта шляпа-канатье с ровными круглыми полями. Мне нравятся даже эти туфли. Внимание. Мне нравится даже эта прикольная, какая-то непонятная форма микросумочка. Но меня прям жутко, жутко бесят эти велосипедки. Зачем здесь велосипедки? Объясню, почему они меня бесят. Не потому, что это велосипедки. И сидят они на вас прилично. И фигура у вас, Ляночка шикарная. Вы прям очень хорошенькая. Но эти велосипедки вообще по пропорциям, не по стилю даже, выпадают из этого лука. Смотрите, все объясню. На вас блуза. Она объемная достаточно. Вы еще ее и заправили. Там есть подплечники. Эта блуза, очевидно, из 80-х. На вас шляпа. У вас так много объема сверху, что внизу объема почти нет. А вы себя превратили в перевернутый треугольник. Понимаете, вы очень сильно расширили себе пречи. И бедра сделали очень узкими. Я бы предложил остаться вот в этом же ключе блуза плюс шорты. Но я бы надел, например, с этой блузой такие шорты-бермуды, которые будут тоже сидеть высоко на талии. Можно даже будет ремешок какой-то использовать, но при этом, чтобы они расширялись книзу. Эти шорты, кстати, могут быть похожими на мои. Такие брючные шорты, широкие, чуть-чуть ниже коленочки. Либо, если вы хотите прямо такого фэшн-экстрима, то это могут быть шорты широкие и короткие. То есть они сидели бы на талии и очень сильно были бы широкими. Тогда они могли бы заканчиваться посередине бедра, и ваши ноги смотрелись бы в них очень тоненькими. Было бы очень красиво. И уходили бы как будто бы внутрь таких широких шортов. Вот это то, что я изменил бы. Ну и, конечно, локацию вы выбрали для фотки. Вы в Сочи, у вас там и пальмы, и море, и галька, и город красивый в центре. А вы, блин, где-то во дворе, не знаю, у какого-то служебного входа в ресторан сфотографировались. Какая-то там мусорка на фоне или что там, какой-то мотоцикл стоит. Ну вы что, локацию найти не могли симпатичную. Ну правда. И поза тоже. Вот вы идете слишком прямо на камеру. Надо было идти по диагонали, чтобы было видно все. Ну так. Надо стараться. Я прям рекомендую вам заняться именно картинкой, потому что мне кажется, что у вас есть запал. Мне кажется, что вам нравится, но нужно заняться картинкой. И плюс в своем инстаграм попишитесь только на тех, кто визуально вам нравится. Смотрите, как эти люди снимают. Тут вопрос даже не в обработке. Обработке вы научитесь, а именно в ракурсе. Будет классно. Пришло время отгадать, сколько лук ляночки стоил. Так, если блузка у нас винтажная, то вполне возможно она бесплатная. Шляпка канатье могла бы... Ну давайте так. 7 тысяч рублей. 6 950 рублей. Да ладно? Правда. Гениально. Я гений. Я почти угадал. А что сколько стоило? Так, туфли Zara 4 тысячи рублей, велосипедки Zara 2 тысячи рублей, блузка винтаж из сундука любимой бабули. Я же говорил бесплатно. Чуял? Шляпу хендмейн, декорировала сама, сумочка и чокер, алиэкспресс. Прикольно. Очередная девушка, которая покупает на алиэкспрессе какие-то необычные вещи. Вот здесь я вижу чокер, здесь я вижу вот эту смешную какую-то сумочку, совершенно нефункциональную, но она вполне вписалась бы в образ, если бы здесь были не эти велосипедки. Я угадал, я молодец, и когда мне похлопают, уже я не знаю. Спасибо. Ну я с вами прощаюсь, с вами был я, Александр Рогов, ваш самый любимый влогер, блогер, тиктокер, человечек, в общем, самое любимое все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, я вас жду здесь, на моем канале, здесь интересно, полезно, увлекательно, и, как мне кажется, очень душевно. Пока. Мне кто-нибудь поаплодирует, мы же вот... Пока. Все, забираю стул, ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok